В эфире программа «Особое мнение». Добрый день. На часах 13.05. И к этому моменту в нашей студии появился гость особого мнения Николай Пихтин, общественник. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Первая наша встреча в новом, наступившем 2016 году. Как встретили, хочется спросить. Спокойно. Спокойно. Сейчас мы с вами обсуждали, что все-таки долго, да, как-то? Да, долго. Городскому жителю томиться. Я не сторонник. Я не знаю таких длинных выходных. Чем занимается в настоящее время общественник Николай Пихтин? После того, как не пожелал в третий состав общественной палаты Кировской области. Во-первых, работа своя. Видите, кризис на дворе. И приходится побольше работать, причем гораздо больше. По общественному делу пока особо ничего такого выдающегося, так скажем. Так, всякое помаленьку всего набирается. На нашем сайте, напоминаю, есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальные формы для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Такая возможность есть, пока продолжается эта программа. Знаете, во второй части дневного разворота, совсем недавно, мы обсуждали появление в нашем городе памятника труженикам тыла. Вопрос уже решенный, по всей видимости. Как заявил глава города Владимир Быков, средства будут собираться на него всенародно. Место установки планируется, это перекресток горломарции профсоюзной, именно сквер там. Звонили слушатели, высказывали свое мнение. Нет расхождений в том, нужен ли, не нужен памятник. Все говорят, нужен. На ваш взгляд, тоже нужен, безусловно. И давно такое надо было сделать. Все-таки областной центр у нас город трудовой славы. И огромное количество, больше сотни предприятий было эвакуировано в годы войны. Основная масса, условно, это город Киров. Победник нужен вообще. Место установки. Историк Антона Касанова, который был в нашей студии, он считает, что лучше бы в парк Победы. Или, например, у дворца Пианиров. Нет, парк Победы, он уже, так можно сказать, перегружен, с культурными композициями, памятниками и так далее. Мне кажется, нормальное место, тем более, там промышленный район, Хочевский рядом, предприятие крупное. Так что, ну, нормально. Лучшее место. Именно за сквер, да, вы выступаете? Да, да, да. Вот за этот сквер, не знаю, я, честно говоря, не думал в другие места. Каких-то таких мест публичных у нас и нет, вот для такого. Я бы не вижу. Где-то можно было бы, может быть, на Октябрьском на аллее поставить. Там все же более проходное место здесь, мини-проходное. Мне кажется, это не так принципиально, где он был стоять. Лишь бы он был. Лишь бы отдать. Потому что площадь Конева, там, ну, другой, как бы, имидж, площадь Конева, там, для других целей, как бы, она... Поэтому, нет, наверное, нормально. А, кстати, один из дозвонившихся предложил территорию бывшей ярмарки на Комсомольском. Вот где сейчас сквер у нас появился, сквер и парковка. Нет, там опять вот этот имидж. Ну, там привокзальная ела все, пассажиры, гости приезжающие. Нет, мне кажется, не совсем дальше. Что касается сбора средств на этот памятник. По-моему, там мнение разделилось. Голосование мы проводили на нашей странице ВКонтакте, на нашем сайте. Большинство, подавляющее большинство, не готовы. Ну, этого и следовало ждать. И здесь, конечно, ждать, что полностью только всенародные деньги будут, наверное, не совсем правильно. Здесь должны вложиться и город, и область должны вложиться. Ну, и бизнес, и граждане, конечно. То есть все варианты должны быть использованы. Ну, все-таки в обязательном порядке или в добровольном? Нет, только в добровольном. Обязательном, конечно, ничего не должно быть. Что значит обязательный? Налог какой-то, что ли? Нет, конечно. Ну, вам известно, да, ведь ситуация? Лично я какую-то сумму внесу. Вам известно, да, ситуация, которая у нас была с памятником Трифона-Вятского? Да, я наблюдал. В добровольно-принудительном порядке. Да, я наблюдал. Возможно, структуры проводили сбор. И причем очень тяжело собрали деньги эти. А вас не беспокоит то, что появление этого памятника, опять-таки, не обсуждается, широко в обществе, как он должен выглядеть, где он должен быть установлен. Решение будет принять, как будет выглядеть памятник, будет принимать решение комиссии. Вопрос со сквером уже вроде как нам преподносится, что решен именно там. Судя по тому, как идут обсуждения в Фейсбуке, в частности, да, можно сказать, что если же это вопрос вынесен на обсуждение, то лет 15 мы будем обсуждать это точно. Потому что сколько людей есть, только мне консенсусу не прийти, это, ну, по-моему, что-то удобно на земле. То есть надо делать, а не обсуждать. Да, делать не вообще, не платить, не нужно. А, кстати, накануне мне пришло... А вот вопрос сбора денег здесь, да, надо, потому что и... Все же альтернатива должна быть разной совершенной, и бизнеса, и так далее, и граждане. Кто желает, пожалуйста, почему бы и нет. Кстати, накануне мне пришла идея, вот у нас же есть в крупных магазинах ящики, да, для сбора денег. Ну, я говорю, на всякие механизмы используются. В пользу детей нуждающихся, да, с заболеваниями, почему бы не использовались? Почему нет? Попробовали. Да это тоже надо использовать, всякие механизмы, да. И СМИ привлечь к этому делу, попросить, чтобы они помогли бы. В общем, все, подводим черту, да, на этой теме памятник нужен. Вы за то, чтобы он появился в сквере на пересечении профсоюзной Карла Маркса, и вложить определенную сумму готовы. Да, готов. Хорошо, как человек, другой теме, как человек, трепетно относящийся к благоустройству нашего города, говорим мы регулярно с вами об этом в нашем эфире, как оценивать работу коммунальщиков этой зимой? Ну, скорее всего, как обычно, я ничего такого серьезных изменений не замечаю. Со знаком плюс или со знаком минус все-таки? Ноль. Ноль? Ноль, потому что, как вот, где тротуары у нас чистились регулярно, перед какими-то там административными зданиями, перед какими-то торговыми центрами, они так и чистятся. Где тротуары превращались в тропочки, они так и превращаются. Так что, ничего, изменений я не вижу абсолютно никаких. Оценку ноль можно поставить. Работают, стараются, снега нынче много выпало, стараются, что-то вывозят, но, как видите, результат. Работа дворников плохая, дворников мы не видим. То, что на дороге чистят, да, более-менее еще, а дворники, по-моему, вообще плохо справляются. Вот из года в год такая ситуация повторяется? Ну, насколько я себя помню, это всегда так было. То есть и в советское время? Конечно. Конечно, просто нормально все. Ну, слава богу, у нас нет случаев гибели людей, падения льда с крыш, как это было там прошлой зимой. Но вот перед самым Новым годом, 30 декабря, был вынесен приговор директору компании ЖЭС номер 3+, Николаю Ведерникову, по делу о падении льдиной глыбы с крыши дома на Ленина 86, на Кировчанина, которого зовут Валерий Мишурин. В результате он полностью лишился зрения, тяжелую инвалидность. И в результате суд приговорил руководителя обслуживающей организации к 3 годам тюрьмы условно. Прокуратура попросила 3 года реального срока. Ну и тут же случилась амнистия по случаю 70-летней Победы. Вот как оцениваете такой исход? Ну, важен, здесь, наверное, не исход, а оцениваете. Важный результат, что действительно суд состоялся, дело зашло до суда. Человек получил какой-то приговор, то есть он должен осознать, и это сигнал другим, что в этом деле расслабляться ни в коем случае нельзя. И сейчас вот вроде бы случаев не было, действительно, слава Богу, но расслабляться нельзя не коммунальным службам, естественно, но и гражданам, и самих я призывал все же внимательно смотреть, когда идете на крышу, и перестраховываться, потому что всякое может случиться. То есть, что касается этого судебного процесса, расследования, сам факт, что оно состоялось, это уже положительное. Конечно. Ну, у нас есть пример, когда реальный срок получил руководитель другой управляющей организации, да, за падение и гибель полуторамесячного мальчика, там все-таки попал человек в места не столь отдали. Здесь давайте уж суд решает, в конце концов, будем так говорить, что суд убеден. Заметили, что этой зимой у нас больше стало огороженной территорией? Нет, это есть, да. Вот я, судя по своему дому, у нас регулярно чистят крышу, забивают все это хозяйство. То есть, помогаете? Да, что-то есть. Но без этого и не должно было быть, потому что здесь и город активное влияние начал оказывать. То есть, начал управляющая компания за это дело струже спрашивать. И это правильно, и нельзя, расслабляться нельзя. А, кстати, форс-мажор, вот случившийся в декабре, резкое потепление, обледенело у нас все буквально в городе. Впервые за долгое время администрация города объявила у нас... Черезчайное положение. Черезчайное положение гололед, да? Ну, объявили, ну и что изменилось? Я, кстати, вот это же обратил внимание, да, объявили, а... Официально, хотя там были усилия... Как народе говорят, дежухи-то и в городе никакой не наблюдалось. Ну, все, как мы объявили, объявили, да. Больше погоды, наверное, сыграли. Да, кстати, там объявили... Наступило похолодание, выползли. Насколько я помню, да, там объявили в такой момент, когда уже этот гололед-то прошел по-честному. То есть, как-то пасновато. Ну, надеемся, что все-таки зима все-таки еще продолжается, да, не случится никаких форс-мажоров и трагедий, и ответственность... Ну, и гражданам, повторюсь, и гражданам, но сами не внимательнее бы, просто посматривать. Напомню о том, что Николай Анатольевич в недалеком прошлом член общественной палаты Кировской области 2-го САЗы, сейчас у нас 3-й САЗы. Хочу спросить, следите за деятельностью нынешнего состава? По мере возможности слежу, да. Слежу, с кем-то общаюсь. Ну, на сайт захожу, общаюсь лично или в переписке где-то с членами бывшими или с настоящими членами. Слежу, какие мероприятия бывают. Я вас, по-моему, спрашивал, да, уже омолодился состав-то? Вы все про омоложение говорили. Я про обновление и обновление. Нужна свежая кровь? Да, обновился наполовину и помоложе стал. Это хорошо, это радует. Сайт Вместе Киров, за ним следите. Помните, по итогам гражданского форума вы выступали с претензиями к этому сайту? Да, я его критиковал, этот сайт. И на сегодня, вот буквально сегодня, я знаю, что этот вопрос может всплыть. Я посмотрел, там движения никакого нет. Но сайт все застыло. Сайт, ну, скорее мертв, чем жив, можно так сказать. Там есть, конечно, недоработки. Вот, например, если простому пользователю, обывателю зайти на этот сайт, вообще непонятно, как проголосовать, как подать. Это потом уже, когда сделаешь несколько шагов. Нужно регистрироваться. А, несколько шагов, когда сделаешь, там уже тогда понятно, что надо регистрироваться. То есть, такое информационное, они немножко не совсем разъяснения даются. Может быть, поэтому отчасти. Там, еще раз поясню, можно и проблемы оставлять, заявлять о проблемах и инициативах. Инициатив там 8 на данный момент. И уже в течение продолжительного времени там 8. Инициатив. И максимальное число голосов 37. То есть, заодно из инициатив касается она увеличения числа так называемых умных остановок в областном центре. Информационное, электронное. Так что, не знаю, перспективу этого сайта, если, конечно, кто его создавал и, так сказать, думал над ним. Не очень радужно, если они не припимут какие-то очень интимные меры. Ну, вы же специалист. У вас в портфолио не один, не одна разработка. Да. Разработка, вернее, не одного сайта. Но, может быть, советую. Кроме разработки, еще продвижение. Продвижение. Ну, может быть, посоветуйте. Ну, посоветуйте. Я бы на первом этапе, во-первых, информационно, то есть, сразу же на главной странице, пояснить людям, что для того, чтобы проголосовать, необходимо сделать это, это, это. Для того, чтобы поставить, там, какой-то свой вопрос задать, нужно сделать это, это, это. Вот такие разъяснения банальные, надо делать. Во-вторых, я бы на первом этапе упростил бы голосование. Может быть, убрать на первом этапе вообще авторизацию какую-то и так далее. Просто человек зашел, проголосовал, ну, может быть, номер телефона свой задел. Ну, номер телефона там есть, там привязка к номеру телефона существует. Вот это бы упростить, то есть, это подняло бы активность, а затем уже можно будет, так сказать, что-то пожестче делать. А с сайта общественной палочки? Дальше там непонятно, совсем не очень разъяснено реакция. То есть, допустим, вы подали какое-то предложение, а дальше-то чего? То есть, куда она пойдет, куда она попадет, как она будет рассматриваться. То есть, человек не видит маршрут? Конечно. То есть, это уже непонятно. На Ваш взгляд, когда уже можно будет судить о том, что, если ситуация не сдвинется с этой точки, да, когда можно будет судить о том, что не пошел, что называется, сайт? Ну, в принципе, уже сейчас можно судить. Закрывать? Нет. Или еще подождать? Нет, ну, я говорю, может быть, организаторы трепимут какие-то шаги по Еллу-Пиару, по движению. То, что вот я говорил, какие-то несут изменения, дополнения. Может, он оживет. А сайт общественного палата в Кировской области, вы ведь тоже участвовали? Ну, я немножко, нет. Его наполнение в разработке, вот сейчас, на данный момент, он уже устраивает? Нет, не разработки, а там просто изменения такие, чисто навигационные ввели, там дополнения какие-то, там порядок навели, то есть, какие-то материалы из одного были не в нужных местах расположены, переместили и так далее. На данный момент сайт региональной палаты вас устраивает? Раз вы заходите, смотрите, читаете или что-то? На данный момент, да. Могли бы подсказать? Нет, на данный момент он устраивает, нормально живет. Единственное, что там бывают моменты, но это всегда было так, не очень, не всегда оперативно выкладывается какой-то материал. Я предлагал, что выкладывать, вообще буквально, вот сегодня прошло заседание комиссии, завтра, чтобы уже результат был. Не результат меня, а чтобы было там протоколом, там все документы. Немножко здесь уже не успевают. Напомню, что это особое мнение Николая Пехтина, общественника. Вот хотелось бы сейчас мне пройтись по новостям, которые поступают от общественной палаты, но уже Российской Федерации. Я часто провожу сравнения с Государственной Думой, и там и там нередко звучат такие интересные, неоднозначные предложения, имею в виду в Госдуме и в общественной палате Российской Федерации. Вот буквально накануне член общественной палаты РФ Георгий Федоров предложил отправить в отставку главу Минфина Антона Силуанова за то, что он заявил о возможности повторения кризиса 1998 года. Ну, это дефолт, да, знаменитый чертный вторник. Как вам должен отвечать главой Силуанов за такое заявление? Нет, во-первых, на мой взгляд, можно было бы требовать об отставке его, если бы кризис случился, а он бы этого не предупредил. Да, он предупреждает. Это нормально. Надо разговаривать. Надо разговаривать, да. Надо озвучивать свою позицию. И, да, дальше что он, требовать с него разъяснений, что значит возможность повторения, разъяснений, в чём это может проявляться, какой ущерб будет, какие недостатки будут, и как из-за этого не запешать. Вот это, наверное, важнее вопрос задавать. А за то, что он сказал, что может, чего-то там когда-то повториться, ну, это глупость какая-то. Из-за этого нет. Кстати, тут тоже накануне Всероссийский Центр изучения общественного мнения проводил исследование, главный вывод социологов, россияне, свыклись с кризисом. Да. Привыкли жить в такой тревожной обстановке? Вы как? Так и есть. Привыкли жить в таких условиях? Адаптируются. Адаптируются? Люди адаптируются, привыкают, да, уже как-то так поменьше, как бы эмоционально воспринимают кризис. Я бы хотел вот по инициативе вот этого Фёдорова. Да, да. Ещё фразу такую сказать, интересный момент. Это в 2008 году, когда кризис был. Он и есть, и был, и будет. Я, значит, прочитал такую информацию. В то время, в Копенгагене, в 2008 году, не помню месяц, по-моему, в декабре, месяц прошёл митинг, вышли граждане города, значит, к администрации города своего, с требованием по кризису. Это первый, как бы, ну, в то время было анонсировано, что это первый в мире массовый митинг в связи с кризисом. Ну, там, по-моему, тысяча сорок или пятьдесят гражданцам было. Но граждане предъявляли претензии к СМИ за то, что СМИ расслабились, не стали писать про опасность кризиса, поэтому правительство расслабилось, и поэтому кризис произошёл. То есть претензия к СМИ. Какая интересная логика. Что СМИ мало пинали правительство, и что правительство расслабилось и допустили этот кризис. Вот позиция гражданцам. А как СМИ могли пинать правительство, чтобы антикризисные предупреждающие принимались? То есть для этого много форм есть различных, Владимир, много, здесь много всякого можно. То есть, а, ну... Аналитика, прогнозы, политологи и так далее, и так далее, эксперты всякие. Задавание острых вопросов. Задавание острых вопросов, да. Требование отчётности более жёсткое там, и так далее. Это открытость, это же... Задавание, открытость, не только мы устраиваем. Но и чем закончился в итоге этот митинг? Вы знаете, там, по-моему, значит, после этого митинга несколько СМИ начали довольно активную деятельность, как раз вот по, ну, что называется, прессованию власти, то есть, СМИ прислушивались. Ну, и вот очередной кризис. К сожалению, не знаем, как сейчас там ситуация обстоит. Поэтому, вот я и говорю по этому предложению, если бы он не сказал о возможности кризиса, а кризис произошёл, то вот тут увольнять надо. Ещё одно предложение тоже общественной палаты Российской Федерации, представитель комиссии Палаты по социальной политике, при своём отношениям и качеству жизни граждан, Владимир Слепак, выступил с инициативой тоже накануне введения на законодательном уровне запрета для россиян на общение в социальных сетях в рабочее время, дабы повысить производительность труда. Причём интересный момент. Общаться-то, правда, можно в социальных сетях, но не на рабочем компьютере, не на том устройстве, где интернет от работодателя. То есть, например, если у тебя смартфон есть, и там мобильный интернет, пожалуйста, общайся. Это такое заявление. Ну это из разряда бреда, конечно. Ну, во-первых, он представляет, как это контролировать. Во-вторых, если частная компания, она сама определяет. Как контролировать всё? Видеокамеры, системы видеонаблюдения. Не, ну это... Генеральный сидит, отслеживает. То есть, такой тюрьму создать, да? Ну, получается, да. Нет, это бред, конечно. Вряд ли. Но сам, как задорно говорил, вектор мышления у этого человека, конечно, он интересный. А, кстати, ведь есть тоже, да, прецедент, что у нас в России где-то чиновникам, по-моему, в Калининградской области запрещали в администрации. Это... Нет. Пользоваться вообще, в принципе, социальными сетями. Ну, уровни организации, будь то государственная, частная, муниципальная и так далее, за такие запреты вводить, ради бога, пусть вводят, это их право. И отчасти, вот я даже соглашусь с работодателем, потому что я сам видел, наблюдал, да, может, и вы видели, когда работники сидят, вместо того, чтобы работать, сидят в социальных сетях общаются. Наверное, это ущерб наносит предприятиям производства и так далее. Но есть случаи, когда это полезно, общение в социальных сетях. Ну, если полезно... Вот я про нашу работу могу рассказать. Нам, иногда, журналистам Меха, проще связаться с человеком не по телефону, а именно в социальной сети. Я по своим делам, например, у меня два или три партнера есть в соцсетях переписывают, а с остальными в Аське переписываюсь, там, все вопросы, какие-то быстренько, оперативные. Это почему они так делают? А вот делая столь неоднозначное заявление, эти люди, в том числе члены общественной палаты, они что, очки какие-то зарабатывают себе? Нет, ну это естественно, ну вот, как его фамилия? Слепак. Слепак. Ну вот, видите, вот не знали, а сейчас узнали, что есть, оказывается, такое. Может, на выборы пойдет в этом году? Не исключаю. Я знаю, что у вас есть свое особое мнение по поводу этого выборного года. Можно, можете поделиться. Напомню, у нас в Госдуму будут выборы. В Госдуму, да? В Местные представительные органы, у нас ВЗС, да. Ну вот, я могу, мои ощущения сказать, что касается Кировской области, а может быть и по стране целиком, что народ устал от всего этого, от всех этих выборов. Дальше такое ощущение, что на выборы пойдут те же лица, которых мы уже знаем, там, 12-15 лет, и поэтому очень низкая явка может быть на выборы. А у нас порог явки снят, и если же ведут строку против всех, то она, может быть, как-то подтолкнет еще избирателей, для того, чтобы прийти на выборы. А так... Вы действительно считаете, что может быть изменено у нас выборное законодательство? Ну, разговоры об этом ходили, еще время есть, по-моему, до марта месяца, еще могут быть изменения. Но там ведь за это выступают оппозиционные партии, да? Ну, я сторонник того, что такая строка вообще всегда была, и на всех уровнях была против всех. Потому что, ну, люди всякие бывают. У нас на местном, региональном уровне уже ощущается начало предвыборной кампании? Есть люди, которые уже начинают светиться более деятельность? Есть такое, да, люди уже поднимают голову, начинают себя продвигать, пиарить, хотя еще далеко до официального старта. Ну, официально у нас предвыборная кампания стартает летом, да? Ну, такое сразу уже заметно становится, что опять те же самые пойдут. И вы лично тоже устали голосовать за этих путевших? Конечно, тем более, что я сторонник обновлений, я вообще считаю, что процент на 70 должен, думаю, обновляться. Органы, законодательные власти разных уровней, в том числе и государственные. Вне зависимости от партийных принадлежностей? Да, потому что новое всегда полезно. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Буквально минута, полторы, и мы продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Еще раз напоминаю, что на сайте Кирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Еще предлагаю обсудить несколько новостей, которые возникли на федеральном уровне. Ну, во-первых, определенная часть россиян продолжает обсуждать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал представителей несистемной оппозиции врагами народа и предателями. Ваша точка зрения? Моя точка зрения... Примел ли он право? Такое, что... Такого права он не имеет и не должен был высказываться, потому что несистемная оппозиция, если, так скажем, без расшифровки, то громадный пласт населения России, которых он, в общем-то, врагами народа и предателями назвал. По большому счету, несистемной оппозиции можно назвать любого гражданина России, который не согласен с политикой российских властей. Официально, да. Официально, да. Но при этом не считает себя сторонником справедливой России, ЛДП, коммунистом. Все верно. Так ведь, да? Все это несистемная оппозиция. Потому что я ни в одной партии не состою. Имеется в виду как раз парламентская партия, системная оппозиция. Так что нет. Такое недопустимо. И я боюсь, что такое может привести, не дай Бог, но может привести, как у нас было в прошлом веке, когда все искали, такой тренд был в стране, что все искали врагов народа везде, где попало. И мы знаем, чем это закончилось. И это, в общем-то, страшное очень заявление на самом деле. — Там интересная история с депутатом Красноярским Константином Сенченко. Он назвал Рамзана Ахматовича позором России. — Ну, так тоже нельзя. Так тоже нельзя. Просто осадить Кадырова за это он должен. — Причем там интересная история. Пояснял сам Сенченко. Личных извинений-то он не приносил. Якобы это просто была выдернута фраза из его беседы с журналистом. — Ну, выдерви фразы у нас умеют. Так что, нет, я считаю, и тут и другие такие вещи недопустимы. Просто так же, как там Кадыров позор России. Нет, неправильно. — Кстати, в интернете флешмоб развернулся, где придется вставлять фразу Кадыров позор России. — И наоборот. Флешмоб ведет, да. — Что вы говорите в честь России. И такое есть. — Спокойно относитесь? Ну, это уж какой-то мусор получается. — Не, мусор здесь… Как сказать? Ну, не надо на это обращать внимание. Ну, люди хотят, хотят. У каждого есть право выставить свое мнение. — Слушайте… — Вопросы в реакции на это мнение, в общем. — Слушайте, никогда точно задумывались о том, если бы эта фраза о врагах народа прозвучала из уст руководителя любого другого субъекта Российской Федерации, губернатора. Имела бы… — Нет. — Кадыров… — Оно такой резонанс. — Кадыров — это особый человек. И мне кажется, я даже сложно не представить, чтобы кто-то другой сказал это. — Угу. — Нет, сложно. Я не представляю это даже. — Вот сейчас очень много догадок, да. А что думает центральная власть, Москва, на эти заявления? — Ну, я… — Есть ли консультации? — Я считаю, что центральная власть… — Может ли получить по шапке, что называется, Кадыров? — Мне кажется, центральная власть ему по шапке уже дал, но только в колуарно где-то. Скорее всего, его поправили и сказали, что такое вещи недопустимо, конечно, здесь. Даже обсуждать, мне кажется, нечего. — Ну, вот, кстати, как пресс-секретарь Путина, господин Песков, прокомментировал это высказывание Кадырова. Он сказал… Так, что же он сказал-то? — А, он, во-первых, призвал не нагнетать ситуацию вокруг высказывания главы Чечни. И Песков, по его словам, Рамзан Кадыров назвал врагами народа представителей оппозиции, действующих за рамками закона, а не представителей внепарламентских партий. То есть, действующих за рамками закона – преступники. — Нет, ну, здесь не совсем правильно. Почему Песков дает пояснения какие-то за оценку? — Ну, нет, это непонятно. Песков пресс-секретарь не Кадырова, он Путин пресс-секретарь. — Да, Песков Кадыров сам должен дать разъяснение, что он имел в виду или не имел в виду. И он прямо это говорил. Какой-то другой человек за него дает пояснение, что он имел в виду. Откуда он знает, что он имел в виду? — Ну, и к тому же перед началом эфира я озвучил эту точку зрения. Все-таки все мы знаем, что Кадыров далеко не идеальный русский язык. Возможно, он не знает значения никаких слов. — Не исключает. — Ни подоплеку. Вот все то, что в народе связано с этими словами. — Не исключает такое. — А со словами «враг народа» это трагедия многих и многих семей наших соотечественных. Мы перед эфиром говорили. У Кадырова, конечно, проскакивают порой фразы, например, «Шайтан» — слово часто очень проскакивает. Я считаю, это обидное слово и такое тоже недопустимо в публичном пространстве такие вещи допускать. Но, однако, да, может там уже чеченские такие особенности и может национальная складываться. — Еще давайте пройдемся по федеральным новостям. Слежу за сообщениями, которые поступают от Министерства промышленности и торговли. Это уже, кстати, не в первый раз происходит. Касается это все алкогольные темы. Минпромторг в очередной раз предложил отменить запрет на продажу алкоголя в спортивных объектах, в санаториях, рынках, киосках, а также легализовать продажу спиртного через интернет. То есть то, с чем наше государство боролось последние много-много лет. Минпромторг сейчас предлагает от всего этого отступить. В Минпромторге считают, что госрегулирование в сфере оборота алкоголя носит хаотичный запрещающий характер и не нацелено на реальные проблемы. По подсчетам Минпромторга порядка 40% оборота малого торгового бизнеса в связи с этими антиалкогольными мерами у нас накрылось. Как вам предложено? В частности федеральная власть пытается, чтобы у граждан заслужить уважение, но о каком уважении можно говорить, когда то запрещают, потом отменяют, потом снова запрещают, потом снова отменяют. Вот такая чахарда идет, непонятно зачем. Ну а само предложение, ваша точка зрения, надо? Нет, мне кажется, эти запреты надо убирать, конечно. Убирать? Потому что много очень лишних запретов. Но вот насчет спортивных объектов я сомневаюсь. Все же спортивный объект, да, спортивный объект. Курить и пить там нельзя. Вот мое такое мнение. В санаториях все равно люди бегают, все равно покупают, все равно пьют, глупость какая-то. Так же, как в поездах курить запретили. Но все равно люди ходят и курят в туалет. Ну, глупость какая-то. Это такая замечательная история. Я не знаю, можно ли ее выносить на всеобщее обсуждение. Я просто путешествовал в декабре на поезде, я там пришлось ездить. Несмотря на запрет, скажу, коротко курить можно? Конечно можно. Нет, эффект получился, я как-то уже говорил, по-моему, очень интересно, забавно касательно поезда. Сейчас мужики все равно выходят в туалет курить. Раньше они выходили в тамбур. В результате сейчас не курящие заходят в туалет, который весь в дыму. То еще хуже. А борьба-то была, закон-то был. О защите тех, кто не курит. Он так и называется. О защите от табачного дыма. А получилось наоборот все. Ну и глупость. Если бы у нас страна была, я не знаю, там Австрия, то может быть эффект был бы. У нас такая громадная страна, когда человек часы, десятки часов в сутки едет. В поезде, чтобы он не курил. Ну, это бред. Так же, как в больнице. Вместо того, чтобы оборудовать курилку, больные вынуждены бегать там на костылях, там еще перебинтованы на улицу курить. Ну, бред. Кстати, вам попадалась эта новость о том, что в некоторых поездах дальнего следования проводники начали предлагать электронные сигареты. Да, нет. Не читали. Вот накануне буквально увидел эту новость. Ну, это, видимо, пока эксперимент. РЖД закупило некое количество у какой-то компании этих электронных сигарет. Понятно, что это дополнительная услуга, дополнительная прибыль. Эти сигареты продаются почти в два раза дороже, чем их можно купить. Одноразовые они электронные сигареты. Ну, проводник же видит, слышит, что человек… Ну, это же такая бизнес-заставляющая. Вот такая история интересная. Да, еще про алкоголь. Тот же Минпромторг предложил ввести административную ответственность. Ну, видимо, о штрафах речь идет. Для россиян 16-17 лет, ну, потому что с 16 лет наступает административная ответственность у нас, ввести наказание за покупку алкогольной продукции. Мол, продавцов наказываем, давайте еще и несовершеннолетних будем наказывать рублем, потому что употребление алкоголя в этом нижнем возрасте было особенно опасно. Может быть, в этом что-то и есть, но как это поймать, как это реально реализовываться будет, я не представляю. Ну, подростки будут знать, что это такая ситуация, но они попросят более старшего купить. Что они сейчас успешно и делают? Более старшие купят. Да, это всегда было. История современной страны нашей. Так что это, наверное, опять из этой же серии, что сейчас запретят, а потом опять отменят. Потому что эффекта это не даст. В общем, больше походит на заявление ради заявлений, да? Да, да, да. Ну, у нас, мы с вами говорили уже, и госдума этим отличаются сплошные запреты. И уже предложение, самое кардинальное предложение, самое хорошее, за которое можно аплодировать, было это выпустить закон о запрете запретов. Вот, думаю, пора это. Ну, и что касается, про тему спиртного уже завершается. У нас, да, в регионе в декабре разрешили торговать спиртным по воскресеньям до 22 вместо 17.00. Ну, и еще было предложение, которое не прошло, или вернее, оно сначала о нем заявлялось, а потом оно вроде бы не выносилось уже на обсуждение. Ну, в общем, с восьми утра продавать, а не с десяти. Вот это продление. Нет, так это из этой же серии. Кому надо, он и восемь часов найдет, и гупит. Это его не остановит абсолютно. А нормальный человек, для него это тоже не проблема. Ну, абсолютно какие-то запреты не нужны. Чисто косметические? Косметические. Ну, запрет, а ради запрета. Еще несколько федеральных новостей. Временно остается немало, но тоже хочется узнать Ваше мнение по этому поводу. В Госдуме разработан законопроект, депутат-коммунист его придумал, который запрещает родственникам глав и заместителям глав муниципальных образований заниматься предпринимательской деятельностью. Вот глава нашего города. Это из этой же серии, из серии бреда. Мое мнение. Почему? Потому что я как узнал про это, я представил себе муниципалитет, где живет там две-три тысячи жителей. Еле-еле нашли человека, который стал главой муниципалитета, а он может нормальные дети рос свиньки. Они что, все должны бросать? Если есть коррупционная связь, есть органы, пожалуйста, проверяйте, выявляйте, наказывайте, какие проблемы. А такой запрет вводить, это нарушение прав человека, в конце концов. Ну и кстати, был раньше запрет, точнее законопроект был подготовлен, который запрещает заниматься бизнесом женам и детям высокопоставленных чиновников, министров и губернаторов. Представьте себе, есть министр, у него может быть сын, который абсолютно автономно работает и автономно бизнес создает. Почему ему должен быть запрет? Чем он должен заниматься, допустим, у него есть тяга к этому? Если есть какие-то связи, органы есть, выявляйте. А вот сейчас тоже обсуждается эта ситуация с Александром Ткачевым, главой Минсельхоза, у которого он тот родственник, тоже близкий в Краснодарском крае, частный сельхозприприятие. Он-то заявляет о том, что я исполняю свои обязанности и всё, пусть они там работают, мне ничего не помогают. Я и говорю, я не исключаю, что там автономно абсолютно люди работают, никакой связи нет. Но они имеют право работать. Почему им запрещать? Да, ещё по поводу коррупции. В Кировской администрации как раз решено провести антикоррупционные проверки, будут искать родственные связи в процессе закупки, точнее, заказов. Нет ли там фирм, с которыми заключаются контракты, и в этих фирмах сидят родственники, друзья, близкие, друзья, чиновников. Поводом стало для этих проверок возбуждение уголовного дела на сотрудника Кировского жилищного управления. Он получил взятку в 10 тысяч рублей за то, чтобы не осматривать два объекта демонтажа, как говорится, но это два снесённых дома. Ну, на самом деле, таких случаев много, просто выявляются их недостаточно. Я о чём выше и говорил, о том, что такие проверки надо проводить. Пусть проводят военные связи, все находят и так далее, но не методом запрятых. Поэтому, я считаю, это полезное дело, нормальное пусть будет. Остается буквально пару минут. Вы знаете, глава города, которого мы сегодня уже упоминали, Владимир Беков, решил последовать примеру Никита Белых, устроить прямую линию в эфире нашей ГТРК, ответить на вопросы. Правда, длиться она будет, как известно, полчаса всего лишь. Я слышал про это. Она уже анонсирована 2 февраля с 18.30 до 19.00. Губернатор у нас час всё-таки разговаривает с народом. Напрямую хочу спросить, Владимир Васильевич, к выборам готовится в том числе? Да, это уже начало предвыборной деятельности. Кроме того, вот вчерашний формат Белых мне понравился, когда сидят журналисты на прямом вопросе задавали. Давайте я поясню. Вчера была тоже пресс-конференция Никиты Белых. Правда, она транслировалась не в телеэфире, а на сайте правительства. В интернете можно было посмотреть. И когда там сидели вживую журналисты и вживую задавали вопросы, это, наверное, более интересно, нежели когда по телефону. И здесь у людей такое мнение, что по телефону уже отобрано, всё звонки там, всё записано там. Ну, как-то это не то. А вот такое живое общение с журналистами, прямое, оно полезное очень. Возвращаясь к... Ну и полчаса это не то время. За полчаса он только рассказывал о том, что он сделал. А вам вообще, в принципе, интересно такое мероприятие, прямая линия главы города? Очень даже интересно. Интересно? Я больше скажу, мне кажется, глава города, как и глава региона, должен регулярно, хотя бы раз-два в год, делать обращение к жителям города или региона. Через СМИ? Через телевидение? Через СМИ, через телевидение, вот так вот, с приглашением журналистов, там, может быть, каких-то депутатов, ещё кого-то. Примерно то же самое, что обращение КЗС бывает. Вот примерно то же самое. Обращение к гражданам. Чтоб граждане чувствовали, как бы, обратно себя. И, кстати, на сайте городской администрации, на сайте Гордумы уже появилась тоже специальная форма для того, чтобы задать вопрос на прямую линию главы города. Будете задавать вопрос? Нет, я не буду. Вот если в живую, я бы сходил, наверное. Вот я вчера не знал, что в таком формате будет. Если бы я знал, что в таком формате, я бы сходил. А вот так на сайте задавать, я очень не уверен, что мой вопрос попадёт. Несколько секунд, Николай Анатольевич, дискуссионный клуб вечерний. По-моему, в ноябре было последнее. В ноябре я из клуба ушёл. Там сейчас остались молодые, энергичные. Они сейчас пробуют формат поменять и так далее. Надеюсь, что клуб оживёт. Когда примерно? В феврале, марте, наверное, уже начнётся. Я напомню суть. Берётся одна из самых актуальных городских проблем. И точка зрения за, точка зрения против. Вот это формат дискуссионного клуба. Ну что, передавайте нам новости от ваших более молодых коллег. Будем анонсировать, безусловно. Хорошо. Спасибо. Особое мнение Николая Пихтина, общественника. Всего доброго. Вам спасибо. До свидания. До свидания.